здравствуйте дорогие мои друзья дорогие подписчики youtube канала дом света я очень рад приветствовать вас в рубрике 5 минутка для души мы продолжаем с вами изучать замечательную книгу библию нашей рубрики и сегодня перед нами очень непростой вопрос и вопрос звучит так воспитание детей бить или не бить что об этом нам говорит священное писание прежде чем я буду делиться с вами своим мнением своим опытом и свои мнением священного писания вы пожалуйста напишите в комментариях свое мнение что вы считаете как вы думаете можно ли бить нужно ли бить и если да тут до какого возраста и используете ли вы наказание своих детей как метод воспитания напишите это в коментах несколько десятилетий назад телесное наказание являлось обыденным делом и в последние годы методы телесного наказания стали заменяться иными способами которые стали исключать вообще в принципе физическое насилие над детьми порка детей было даже признана незаконной в некоторых странах это европейские страны некоторые это соединенные штаты америки и многие родители сегодня боятся наказывать своих детей потому что знают что их дети могут пойти пожаловаться и и как родители потом могут лишить родительских прав я хочу чтобы вы сейчас понимали меня правильно дорогие слушатели дорогие друзья я ни в коем случае не пытаюсь выгораживать издевательство над детьми ребенок никогда не должен подвергаться физическому наказанию который может нанести ему какой-либо вред и тем не менее согласно священному писанию своевременное и умеренное физическое наказание детей не является чем-то плохим но наоборот способствует благополучному и правильному воспитанию то есть по факту библия говорит о том что важно и нужно умеренно и как я сказал своевременно бить своих детей многие книги библии даже стимулируют родители к физическому наказанию детей они в полном а в основном извиняюсь призывают родители не боятся наказывать своих детей потому что тени умрут от этого но возможно это поможет им избежать многих многих проблем в жизни примеру книга притчи вот три текста я выделил кто жалеет розги свои тот ненавидит сына а кто любит тот с детства наказывать его книги притчи 1324 следующий текст раны от побоев врачество против зла и удары проникающий во внутренности чрева притчи 20 глава 30 текст и следующий глупость привязалась к сердцу юноши но исправительная розга удалит ее от него книга притчи 22 15 библия придает большое значение наказанию как таковому и рассматривает его как нечто обязательно для каждого маленького ребенка то есть наказание делать нас по сути лучшими и порядочными более порядочными даже если увидеть метод воспитания самого бога всевышнего вот на примере израильского народа то мы можем увидеть что бог использует наказание как возможность направить исправить подсказать вот направить на верный путь и дать шанс людям добровольно покаяться содеянно вот примеру здесь можем тоже привести такие тексты как псалмы 93 12 притчи 1 7 притчи 6 23 притчи 12 1 притчи 13 1 15 5 тоже притчи и сайт 38 16 евреям 12 9 и далее 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 текстов очень много которые говорят о том что время от времени нужно наказывать если это требуется своих детей но в чем же здесь суть проблемы я считаю как пастор церкви и как родитель сегодня у меня тоже есть ребенок и это понимает что сегодня мы как родители упускаем момент что нам проще избить своего ребенка побить вот там ремнем либо палкой какой-то розыгры поставить в угол это гораздо проще чем взять на себя ответственность как за родителя сегодня родители оказывают слишком пассивное а пассивно извиняюсь влияние на своего ребенка или наоборот чересчур агрессивное влияние на своего ребенка особенно когда дело доходит до воспитания ваших детей и тем кому порк окажется совершенно неприемлемым методом которые думают что это не обязательно это не нужно вот у таких как правило большинство людей не хватает мудрости чтобы без ремня воспитать ребенка в правильном направлении конечно дети бывают абсолютно разные вы можете быть со мной не согласны вот но дети бывают разные есть кому сказал слова и этого достаточно а из кому-то слова недостаточно и порой нужно использовать ремень розга и обличение дают мудрость но отрок оставлены пренебрежение делает стыд своей матери книга притчи 29 15 но также есть родители которые неправильные истолковые тексты священного писания вот которые касаются конкретно наказание и наказывают детей лишь для удовлетворения своей жестокости к сожалению это тоже сегодня существует и это люди называют себя верующими людьми это очень страшно но павел на послание к евреям 12 11 говорит такие слова что всякое наказание настоящее время кажется не радостью а печалью но после наученным через него доставляет мирный плод праведности то есть апостол павел говорит наказание используется только для наставления для направления человека на верный и правильный путь вообще если мы читаем священное писание библию мы с вами можем увидеть что божественная дисциплина как метод воспитания это любовь на такой же модели должны следовать сегодня мы как родители по отношению к своим детям порка ни в коем случае не должна вот это я хочу подчеркнуть дорогие родители дорогие друзья порка то есть телесное наказание ни в коем случае не должна быть длительной и иметь какие-то серьезные болевые ощущения это должны быть легкие хлопки лучше всего конечно по попе потому что там ощущается боль меньше всего вот и вот эти хлопки должны показать ребенку что хорошо что плохо что можно и что нельзя никогда наказание не должно использоваться как выход родительской злости или агрессии в адрес ребенка родители порой также могут давать точнее давить извиняюсь своим родительским авторитетом что я родитель что я старше что я больше прожил у меня больше опыта что я твой папа я твоя мама и тем самым давить на ребенка что я сказал вот так так и будет нет нельзя так делать дорогие мои друзья вы должны объяснить почему вы как родитель решили именно так чтобы ваш ребенок понял почему это для него лучший вариант чем тот о который он сам себе выбрал и вы отцы пишет апостол павел не раздражайте детей ваших но воспитывайте их в учении и наставлении господним сегодня мы родители нам конечно проще прийти если ребенок нас не слушается проще дать по попе но это и наш промах тоже дорогие мои друзья дорогие родители мы обязаны это наша великая ответственность не только кормить не только одевать не только зарабатывать не только давать кров тепло и уют в доме но мы самая первостепенная обязанность родителей это воспитать правильного своего ребенка чтобы он был честный и порядочный не раздражайте детей ваших но воспитывайте их в учении и наставлении господним дорогие мои друзья воспитание детей может проходить лишь в учении и наставлении господним сдержанности направлении и в наказании по великой родительской любви пусть нас господь в этом благословит воспитывать правильно своих детей если потребуется наказать своего ребенка ремнем давайте мы не будем этого бояться но наоборот ремень этот сможет помочь вашему ребенку правильно понимать многие вещи которые сегодня происходят но если ваш ребенок понимает с полуслова то я думаю вы как мудрые люди не станете бить на своего ребенка пусть господь вас благословит изучайте священное писание поставьте лайк видео если вам понравилось вот и пусть господь вас благословит камень